Я обыкновенный, довоенный, то есть я родился до войны. Вой в фугаске яростной сиреной просверлил мальчишеские сны. Слова из стихотворения Михаила Плецковского в полной мере отражают судьбы большинства детей войны. Пережившие трагедию военных лет, своим примером они доказали, что жизнь богата яркими событиями, а стойкость и упорство помогают не сломиться, преодолеть тяготы. Сопронович Станислав Константинович родился в июне 1937 года в городе Ростове-на-Дону. Мальчику было всего четыре года, когда началась война. В то время он с мамой, братом и бабушкой жил в самом центре города, на пересечении Социалистической и Ворошиловского, около Часового завода. Отец ушел на фронт. Позже пришло сообщение – пропал без вести. Пришлось пережить две немецкие оккупации. Одна – в ноябре 1941 года. Длилась всего восемь дней. Вторая, более длительная и кровавая, продолжалась 205 дней. С июля 1942 по февраль 1943. За это время было расстреляно около 40 тысяч жителей Ростова. А сам город был полностью разрушен. Какие-то танки шли или отступали, или наступали. Вот они через Дон шли, прям на танках. Это вот по Ворошиловскому, это я точно помню. Много-много танков шли. На Батайск. Отступая, немцы минировали практически все. И часто оставляли ловушки-сюрпризы, начиненные взрывчаткой, которые предоставляли опасность скорее не для солдат, а для мирного населения. Чаще всего для детей. Как все мальчишки находили всякие игрушки, такие интересные, цветные, там всякие вещи были. Это вроде бы как... Такие слухи ходили, что немцы это специально разбрасывали, чтобы дети поднимали их. Но оно все это взрывалось, когда мы брали в руки. Много очень валялось всяких таких соблазнительных, цветные, там то кубики, то все. Ну вот, мы брали. Оно не стреляло, когда в руки возьмешь. А когда бросишь его или стукнешь по нему, оно вот так и у меня получилось. Я думал, что это авторучка, не пишет. Решил посмотреть. Стукнул молотком и все. Произошедший взрыв лишил Станислава Константиновича зрения и возможности видеть мир. Но от этого жизнь не стала одной черной полосой. Он сумел привнести в нее свои краски и оттенки. Учился в Новочеркасской школе для слепых детей. С 15 лет начал работать на учебно-производственном предприятии Всероссийского общества слепых в городе Ростове-на-Дону. Здесь же он увлекся музыкой, наблюдая за репетициями местного оркестра. Паренька заметили, и однажды руководитель предложил заменить ушедшего трубача. Пришлось освоить ноты, напечатанные шрифтом Брайля. Вместе с оркестром Станислав Константинович объездил почти половину страны и многие столицы союзных республик. Ереван, Баку, Киев, Рига, Тбилиси. Стал лауреатом конкурса эстрадной песни «Общество слепых» в Минске. А поддерживать физическую форму всегда помогал спорт. Занятие штангой, боксом, борьбой. Сегодня Станислав Константинович живет в окружении близких и любящих людей.